10 августа. Идет труд на Рыжковском пруду. В главных ролях Виталий Калиников, город Омск, 38 лет. Лопата тычковая. Совковая вот. Игнатий Тихонович Лапкин. 77 лет. Руколички показать? Вот я их сам починяю какие. ТВ приехали, это 24. Такая интересная, которая не оператора, которая спрашивает. Я стою при входе в храм. Она говорит, а вот у вас карманов столько? Я говорю, заплаты. А вот у вас тут видно что-то есть, так руками меня берет. Я говорю, да нет, это заплаты. А может там что есть? А что там в кармане? Что в кармане? Никто не спрашивает, только в тюрьме меня в лагере спрашивают. Ну я начал вытаскивать запасные рукавицы. Я говорю, вот они. Видишь, какие они все это, зашитые, перешитые. А почему? Копейки на себя не потратил за последние 30 лет. Ничего не покупаю. Ничего. Живу. Живу как птичка божья. Ну и вот она. Вот смотри, я говорю, какие. Она увидела, это я зашиваю рукавички. Ну, она не видела никогда такого. Вот я говорю, каждый день я шью их. Мне это нравится. Я дорога ехали, обшивал ребят. Вот так. Это у вас там что-то далеко, глубоко. Ну я говорю, ладно, ладно. И чтобы не сомневались, я покажу, что это один карман, не 10 карманов. Ну у меня 23 заплатки на штанах. Ну еще. Дальше что? Необходимые веревочки, как любому бомжу. Бумага разная. Ну все, гвоздей, молотка нету в другом кармане. Так это у вас, значит, один карман. Один. Нитки разные. Вот видишь, вот внимательно, деда. Ну-ка-то, да, это заинтересовало, а что же я как ношу, что? Ну я сел вот так там. Ой, я говорю, прямо это, садиться-то неудобно. Показать ей носки покажите. Ну я взял, разулся, показал. Все. Ну видишь, что тут. Вот это носки. Так она их со всех сторон моей носки осмотрела. Вот видишь, там, вот. Я сейчас сниму. А ноги-то у меня чистые. Вот она, за платом заплате, а это все земля. Это броня. Ой-ой-ой. Из Москвы летела, чтобы посмотреть, как живут русские люди или еще. Ее звать Анна Афанасьевна. Я говорю, у нас зовут Нюра. Я Нюра вас буду звать. Еще-ничего. Я говорю, Нюра, самое главное для меня, ничего на себя не потратить. А если еще есть, это не мое. Поэтому мне никогда ничего не жалко. Видишь, какие носки. Вот. Вот. Видишь, какие заплаты разного цвета, с разных сторон. А как другой носок? Представь себе, из Москвы прилетели, чтобы проверить мои носки. Я думаю, пока другого-то она еще не просит показать-то. У меня одеяло там сверху байковое. Это на ней, я не знаю, заплат 7. Вот. Ну, я развился, показал. Говорю, ну и другой носок такой же. Вот так. Вот и вы так носите. Ну, а как? Что-то особенного-то. Я не знаю. Есть поговорка. Старое не носить, нового не видать, старики говорили. Одних спрашивали. Говорят, а сколько лет вы живете вместе? А он говорит, уже, говорит, живу со своей подругой 60 лет. И не разводились. Знаете, говорит, вы молодые люди, не знаете, на наши времена было так. Старые вещи не выбрасывали, говорит, а чинили. То есть старуха хоть старая, а я ее поправляю, и у нас дело как-то идет. А вы сразу выбрасываете. Женюсь на новой. Ну, она новая, это она такая же. Первая жена, говорит, от Бога, вторая от человеков, а третья от дьявола. Ну, вот и решай. Я говорю, а сколько у тебя было? 18. Ну, так что тебя спрашивают? Это Легион у тебя там был. Вот это просто сказать. Что я делаю? Вот мы сейчас спуск делаем. Для спуска воды. Весной. Вода тут очень сильно будет напирать. Вон она, видно, лох какой идет дальше. Вон, около леса полосы. Он начинается, а тут такое углубление. Вот она, вода будет подниматься. Ну, сколько здесь? Ну-ка, это... Володя, а ну попробуй спустись туда вниз к воде. Как будет выглядеть? А, ну-ка. Ну, смотрите, на уровне. До самой воды дойди. Узнать, сколько вода может подняться. Прижимай ее к тебе. Ты наоборот наступай на нее. Наступай на нее. Впереди себя. Поваливай траву и наступай неправильно делайте. Она тебя поддерживать будет, камыш-то. Ну, вот она, вот она. Вода? Да. Уровень воды? Да. Ну, вот здесь сколько здесь? По прямой-то брать-то. Ну, полтора метра-то вполне будет. Ну, так делай. По-моему, ты до воды не дошел. До стол, вот. Прямо озеро или просто выступает? Вода, вода. Она выступает намного дальше. Ну, вот. А это днище короба, который будет поднимать на 60 сантиметров воду. Вот. И как делать? А вот сначала надо узнать. Вот я уже сделал первую. Вот у меня ровно 60 сантиметров до этой палочки. Вот я замерил. Здесь внизу будет лежать днище из досок. Вот они, сороковка где-то. Ну, и получается 44 сантиметра на поверхности земли, где вот сама начинается дорога. Вот это сделал. Забит колышек. Все. Это первый маяк. Теперь второй маяк надо здесь вот проколупать. И вот здесь войти. Вот он, второй колышек. Вот. Вот он. Это у Володи прибор. Где он у тебя прибор-то? Вон лежит. Вон он лежит. Ну-ка принеси. Уровень раньше назывался. Сейчас я не знаю как-то по-другому, нет? Уровень. Вот он уровень. 90 сантиметров длины его. Уровень строительный. Вот это как раз и есть. Вот это должна быть ровная. Вот он положит когда ровная. Это значит днище досок будет. Все. Два маяка есть. Ну, а теперь клади на это, ровняй. Третий маяк с той же стороны надо вон туда поставить. Сейчас выкапывают. Тут боязнь как бы не переборщить. Вот это все проколупает сейчас здесь. И вот здесь мы поставим рейку на тот колышек. И посмотрим. Маленький-маленький уклон. Для воды надо там полградуса, чтобы вода стекала. И там забьем его. А от него опять точно по уровню в том углу. Все. На него также клади рейку. И промежуточные колышки набивайте. Я их уже наготовил. Вон они стоят. Вот. Колышки забивают. Рейку ставь. Околы не копай. Сделать ровной абсолютно поверхности. И тогда начнем закапывать вот эти бруски. Смолить их. Ну, отработка. Обмазывать со всех шести сторон. И чтобы она была ровна. Ровной с землей. Ну и там. Ну, а между ними, когда уже земля-то ровная, тут проще. Когда это сделано, тогда уже доски пойдут. Но доска маленько покороче. И поэтому вопрос стоит как. Надо на спуске. Главное, беда на спуске. Надо, чтобы вода там не разорвала вот эту платину на выходе. И надо, чтобы здесь она маленько выступала. Хотя подрезать или как-то. И тогда под нее, может быть, какие-то балки подставим туда, чтобы вода стекала. Ну, 6 метров. Я не знаю как. Можно было бы еще двухметровые сделать. Ну, нет. Добавить. А здесь маленько отступить. Там целина, он, целик называется. С травой-то. И от нее, в нее упрется доска. Нижняя доска. Обычно мы делали трехметровые. Здесь делал 2,80. Мне неизвестно, сколько воды будет напирать. Много, мало. Может, надо на метр углубиться. Не знаю. Но я помню, тут стояла одна труба. Труба, размер ее был, ну, примерно сантиметров, может быть, 60. 60 на 60. Диаметр. Так это не квадратное. А у нас 2,80. 4,6,24, 5 труб. Ясно, что вода, если судить по той, то она пройдет. Вот как мы делаем. Это сегодня у нас 10-е. Ровно два месяца как-то в лагерь приехали. Вот сегодня нерабочий день у моего бульдозериста. Вчера сильный дождь был. Прижал начальник его за 4 дня. Так что он у меня 4 дня разве был? Сейчас я посмотрю. Здесь он начал 4,5,6. 7 выходной. Ну да, 8,9. Вчера он 1 час работал. Получается 4 дня 64 рубля. 64 тысячи пришлось отдать. Ну что, по 15 тысяч. 15 тысяч. Каждый день он зарабатывал у меня. 15 тысяч. То есть 3 месячных пенсии мои. У меня 6 тысяч, 523. И вот мы взяли за это. Притом потеряевский не участвует ни рубля. А только Господь дает через кого-то. Его слуги. Люди узнают и дают. Притом не выпрашивают. Только намек так легкий сделают. Зимой бывает кончится что-то. А я говорю, да, чеснок у нас кончился. Назавтра один, второй, третий тащит. Или баяц скажу. Надо же так. Съели помидоры. Как быстро-то нет помидоров. Назавтра в церковь приходит. Один трехлитровую банку приносит. Другой. Народ особенный. Почему? Ну мы работаем. Работаем не для себя. Потому что мне, говорят, с собой могилу не унесу. Так, Виталий, больше не заглубляй. Но там добейся до конца. Вот. Тут наклон как раз будет. Вот это сегодня у нас до обеда. Сейчас взгляну я время. Скоро обед у нас будет. Как бы мне этот бульдозерис не захотел работать. 13-15. О, еще 45 минут работать. Мы можем маяки высоить здесь. Ветер идет. Это Рыжковский пруд. Здесь были Рыжковы. Она была замужем за потеряемым основанием. А она Евдокея Титовна. Названия какие? Который впереди его был Венедикт. Это потеряемым всех. Мы смотрим, каждый раз удивлюсь, какой был умный народ. Где выбирали места. Мельницы здесь стояли. Мельницы здесь. Чего только не было. Все раскулачили, все погубили. К власти пришли нелюди. Этого Гитлер не делал. Чингисхан не делал. Это кормильцы земли. Всех на Рыб. Сложеницын говорит, спросил Черчилль Сталина. Вот эта коллективизация. Во что вам обошлась? Он говорит, растопыренные пальцы кинул 10. 10 миллионов. Миллионов. Я брал у них интервью, как они некоторые бежали. Одна вот Мария Евлампевна. Слава, опять же, Евлампий. Вообще. И у нее с ней было трое детей. И она бежала 750 километров тайгой дремучей. Ужас слушать. У меня все записано в аудио. На сайте у меня даже есть. В 12 томе открытым оком книги. Не слушать нельзя. Будешь сидеть рядом и плакать. И она живая. Ну, живая. Теперь она умерла уже. И ее дочка недавно умерла. Валентина Павловна. А внучка-то ее живая. Врач. Наташа работает. Хороший врач. Видите, нужно все это увидеть. Знать, чтобы избрать доброе. Я вижу, канавы какие они копали. У колобачки канава. Я зайду, канава. Вот такая вот мне по грудь. И эту канаву вокруг копали. И скотину другу отгораживали. И она идет аж за горизонт канава. Экскаватора ничего не было. Какой народ погубленный. Его выращивала рука Господня, может быть. И везде там перекрыта. А что я отца спасем, когда спрашиваю. Тять. А здесь что? Это Редькины были здесь. Редькины. Заимки. Редькины. Вот у них пруд. Там колодец. И ямки. Тут у них. Я спрашиваю, что гусей много держали. Рыба у них тут была. Вот так вот дом стоял. Отец говорит, а я сижу сзади и плачу. Он не видит меня. С фронта контуженный был. Отец переходил в меня. Я думал, как отомстить коммунистам. Станут. Теперь я узнал это имя террористы. Я бы обязательно пошел бы, как Сашка Белый. Вот Бог меня спас от этого тоже. Отомстить. Быть мстителем за поруганную землю. Они ничего не умеют делать, коммунисты. Какие урожаи? 16-17 центнеров. Когда во Франции 64. Ну все, куда ни поглянешь, все безобразно было. Пьянствовали, блудили. Я это все видел. Как бы я не обратился к Господу, я бы давно уже умер. Погиб. В Чечне или где-то, чтобы отомстить им. А Господь сказал, ты страдать будешь. И вот сейчас что мы делаем? Ну, конечно, бульдозер был. Так, там глубже не надо. А ты вниз пошел опять. Отойди оттуда. Вот это выкидывает, что есть. Вот, на этом уровне. Дальше не надо пока, потому что мы не знаем. Маяки надо сделать сначала. Сейчас маяки поставим, Виталий. Вот это подгребай пока, выкидывай. Вот немножко хотя бы сказать, что мы, по сравнению с нашими отцами, никто. Я вот всю жизнь работал, на работе работаю. У меня всегда выработка была, ну, в советское время. Строитель. 280-300 процентов. То есть за троих. Ни одного перекура не знал. Сторож зайдется, я стучу, там, полы на стила или рамы вставляю, двери. А почему вы один? Да сколько время? Да уже все ушли. Я не знал. Неистовый был в работе. Но по сравнению с теми, когда я гляжу, что они делали, я себя вижу ничтожным, мелким. Маленьким, маленьким. Какой был народ хороший. Погуберен. Почему, я спрашиваю у Бога? Потому что они жили здесь, на земле. Божественно не искали. Искали плохо. И Бог все смел. Без Божьей воли-то Сталин бы не родился, не зачался. Вот так. Ну, как-то сейчас там сразу надо убирать, чтобы легче было. Ну, все тогда. Сейчас мы, я Володя, настрогаю. Тогда мы пойдем дальше. Закапывать будем эти лаги. Вровень тогда вверх, чтобы лаги был, как раз по колышку. Вот он, колышек где-то. Ну, а на них тогда доски. Тут проще всего. Мы имеем опыт. И сколько нам будет тогда, Бог его знает. Делаем, как будто бы, не на один день. А потом, кто желает, это место-то. Можно бетонные спуски сделать. С переездом. А тут ехать некуда. Вон оно. Да, ну, вообще там ничего нет. Пустое место. Там дальше, просто ничего нет. Лог следующий. Ничего нет. И поэтому мы здесь не портим, не портим, ничего. Вот жили здесь Рыжкова. Она была замужем за потеряем. И она приехала сюда с мужем, Иван Нефантьевич. И тут его похоронили. Батюшка это все рассказала. Так, Италий, сильно не углубляйся. Мы не знаем без маяка. Можем ошибиться. Иди кидай на этой стороне. Вон где Володя. Давай. Всего пока, Никиташка. Сейчас обедать будем скоро. Вот Алексей пришел. Тут Усинов помогает. Где-то что-то отпилить надо. Ее чиркнул, да? Все, да. Все. Это, Виталий, вон ту длинную жерть вытащи сюда. К нам. Все помогают. Не хватило. Ну, Алеша, все хорошего. С Богом. В своей машине. Батюшка с разъезда приехал. Там переезд сделали. Сами делали. Трава высокая, мокрая. Поехал обкашивать. Четыре километра на машине. Вернулся. Это вот была жерсть. Это мы что делали? Оказалось, все разрушено бульдозером. Почему? Потому что проволока натянута была. Две ограды загоражены. Куда? Чтобы между ними была эта. Вот эта навалена-то. Так мыслилось. А оказалось, верхний слой, видите, с травой. Он лег, и проволока не могла прорвать, а ее потянуло вниз. Ну, и все лопнуло. Тащи. Ну, ты слышишь? Ты сначала отрежь веревочки-то. Ну, ты куда тянешь-то? Веревочки-то привязаны же. Ну, ну, не видать. Вот это наше озеро. Думаем, что Господь благословит. Вот Алексей сейчас привез. Вот сколько. Разгрузили. Оказалось, дамба шире, чем думал. Не шесть метров, а семь с половиной. На полтора метра пришлось такие доски, как говорится, гробить. Вот. И по-другому никак. Примерили туда-сюда, нет, не выходит. Вот она где, полтора метра надо. Полтора, даже можно было два, но тут не решились. Почти полтора хватил. Вот этот лох какой идет. Сегодня день облака. Вот одному дал он, Виталию, обед принести. Поставил я его на солнце. До обеда стояло почти суп. Все прокисло. Почему? Никакого ответа нет. Да и заверили пищу. Ну, как же можно было так? На солнце-то столько травы. Камыш выше роста человеческого. Это нынешнее поколение непредсказуемое. Я с ними на каждом шагу сталкиваюсь. Не сказал, все так и будет. Положил на дорогу. На дороге же едут машины, ночью раздавят велосипед. Ну, то есть, даже дурью назвать нельзя. Вот на каждом шагу. И молимся. С таким трудом все это. Ну, то есть, все это. Вот выровняли по уровню. Так, пойдет? Первый маяк. Так, топором или как? Бей. Пойдет, Горю? Да, загоняю туда. Это арматуру загоняет. Рифленую. Горячая периодического профиля. Горячая катаная. Зайдет до конца? Нет она? Зайдет до конца. Тут уж надо до конца добивать. Чтобы вода не выдернула. И она будет держать лагу. Вот она в стороне. Видите? Отработка. У машин обработали лаги. Вот они, какие-то мазутные. Вровень слагай. Вровень. Вот теперь вторую и с другой стороны наклонок в противоположную сторону. И потом связать вот так. Все, забивай. Чтобы не прямо было. Трудно было в воде выдергивать. Вода нигде пока не выдернула. Вот так придумали. Нигде не видели. Ну как? К земле прибивать. Вот так. Ребята здесь. Никита вот. Ой. Лагу примеряйте сейчас ее. И Володя ее промажет. Так. Сразу помогает. Ну остановился. Все. Ну с той стороны рукавички мы выбираем. Ну что ты, Виталий. Каждый шаг. Тебя надо пинать. Раз все. Остановился. Стоит. Руки в боки. Ну так же никогда не работает человек нормальный. Что-то широко. Почему здесь получилось так широко? С той стороны? Где? Ну лага такой ширины или нет? Ну почти да. Ну давай посмотри. Положи. Она должна входить, должна быть в притирку. Убери руки. Ну там возьми, подними кверху. Сначала подними край этот кверху. Никак не объяснишь. Ну подними кверху один край. А тот теперь вот так. Там тот. Подтиши. Подтиши маленько тот край еще. Так. Он войдет. Давай туда подруби. Его не подрубили. На самом деле. Прямо подруби вовнутрь. Вот так. Все. Все. Вот так. Клади ее. Все. Все. Теперь смотри, насколько она пошла шире. А ты говоришь, такая. С двух сторон ты у тебя гляди. Ты на 5 сантиметров ее шире сделал. Ты что опять сделал? Да, это ты сделал. Зачем ты ее шире вырубил? Шире-то зачем ее вырубил? Это я рубил тут. Ты? Да, я. Ну, понимаешь, нам нужно, чтобы она входила ровно. Теперь заново давай самани. Давай соломы, все это делай. Мы так не можем. Вода поднимет ее. Ты не будешь делать как следует. Вода тебя подправит. Не пучком. Смотри за ним. Он пучком прососунет туда ее. Так, рассыпай глину и мочи. Виталий, не топчись на одном месте ты. Ровненько. Так. Подожди. Так, смачи маленько. Иначе она не дает. Чуть-чуть только. Она сразу подправила. Проходи. Маленько надо. Давай. Сильнее наклоняй, Виталий. Это вот так. Еще чуть-чуть не хватило. А пошли, Виталий. Это пусть бегает. Хоть раз. А куда? Куда? Он не знает куда. Расскажи ему, что это вода называется. Это ведро. И он подчеркнет. На лево, да? Вон там вниз. Так, еще, чтобы он это не мешал. Не выше лаги было. Хорош. Начинай проволоку. Я тебе давал проволоку? Нет. Отрезану нет еще. Не давал, да? Она вон там тогда лежит. На бугре. Тут вязальная проволока мне подарил город Павел. Вот она где. Вот отрезаем специальные ножницы. Маленькие ножницы по железу. Вот они какие. Вот это проволока. Теперь он будет проволокой привязывать. Чуть-чуть-чуть. Зачем так много воды-то налили? Она вода стоит. Она не нужна здесь только воды. Вот туда, утащи ведро. Она не нужна здесь. Не надо воды больше лить. Так он сюда вообще не лит. Не надо, оттуда перегони. Да что вы в самом деле-то? Воду налили стоит. Надо чуть-чуть только сбрызнуть было. Смотри, как забивает. Как я ее перегоню. Ты видишь, как забивается? Смотрю. Виталий, ты хоть чему-то научишься. Подойди рядом. Так, Володя, дай ему забить. Бери. Все время лыбится и ничего не хочет делать. Хватит? Нет? На уровне этого. Лаги вверх. Хватит. Хватит. Так, второй. Да, покажи ему. Расскажи, как бить. Расскажи мне, как завязываться. С этой стороны сейчас. Гнать, Тихо, Нэш. Так же или чуть-чуть? Наклоненный как можно больше. Вот так вот. Сюда. Вот так. Рядом, напротив его. А как вы заряжаете? Больше на себя наклоняй. Как вы закручивали его? А вот на одну. Накрути на одну? На одной. Накрути. Побольше замок так сделай. Побольше. Да ты рукавички надень. Здесь без рукавиц еще не сделаешь. Володя, закрути сам. Я хотел попробовать. Ну давай, надо несколько раз. Я тогда мазать начну. Давай. Время-то идет. А вокруг мотай это. А там вокруг обмотни вот так вот стержень-то. Это горящий катан периодического профиля арматура. Заворощай на это. Здесь обмотай туда. И натягивай, чтобы она тянула ее туда. Мотка 4, обмотни вокруг ее. Держи, чтобы она никак не вырвала ее. Смотри, чтобы он не загнал ее дальше. Захватывай туда. Ниже, ниже. Вот так. Теперь захватывай. Заматывай еще раз. Теперь тяни на ту. Вокруг. Туда захватывай. Натягивай туда ее. Сильнее. Теперь на ту натягивай. Натягивай ладон. Один раз оберни вокруг ее. И теперь тяни туда. И теперь заматывай здесь. Ты говоришь, что ниже. Ну, на уровне. Ладно. Там поднимай. Чтобы она выше милла. Она тебя выше вон торчит. Выше лаги. Ты же видишь. Да, на той стороне. Смотри, Виталий, чтобы не запачкали. Отойди. Видишь, мазюла какая. Ему следующую клади рядом. Мне так и хочется. Следующую клади рядом. Больше ничего не надо. То, что ты стоишь руками машешь, ничего не прибудет. Бери вот она где. Вот, вот. Ты же сам положил ее туда. И сейчас полминуты уже не знаешь, где взять. Это у нас вот такая толкушка железная. Это подошва. Она шпала. Шпала кладется приварена. Вот она. И вот у меня Роман так сварил ее. Замечательная толкушка. Хорошая толкушка. Ты вот это можешь делать? Володи. Почему ты не берешь, не делаешь? Володя, дай ему помазать. Как он с неохотой все идет. Ну, прямо меня потрясает это все. Вот не толкни. Неделю может на одном месте стоять. Сначала не то очень будет получаться. Потом лучше. Ну, ты желай только это. Тебе же желают, братья, все показать. Вплотную клади. Теперь сразу две мажешь. Так, обмакни. Пустым трешь. Так, теперь сначала обтрясни и сразу быстро, раз на эту. Вот так. Из летали человека пытаемся сделать. А то на нас нападают. Нападающие на детей недостойны звания людей. И похоже больше на зверей. Так, подожди. Тут надо вокруг катать. Ты куда кидаешь-то? Вон надо что, обкладывать ее? Затолоть, чтобы ее не видно было. Каждую лагу сейчас, как только осмолили, положили, привязали. Ее надо теперь заново засоманить. Вот, Никита уже вяжет проволоку. Ихи-то в этом году уже начинает интересоваться кое-что. Теперь вокруг заманить глиной и замазывать все, затолочь. И это все еще вот эти две ложить и сразу доски. И сегодня видно будет, что мы что-то сделали. А уж с боковины-то вы проще сделаете. Так, помоги ему повернее эти лаги. Вот эти лежат. Так, вот это одна осталась. Повернее. Вот так. Он сразу не сделал. Много-то и не надо, может быть, толкать-то. Ты маленько... У тебя много мимо идет. Давай. Ты везде старайся быть экономным. Сорцов потом промажешь. На антиеконах нужно отрезать кусок. Ну и сейчас там руками не берись. Тебе нужна проволока, да? Да. Всегда нужно найти, где концовка. Вот концовка. Я беру ее. Вот я ее трогаю. Где она идет? Видать где? Конечно. Вот она, видать, где. Тяни ее. Ну какая? Ну вот это вот. Вот она где. Держи ее. Держи, мне неудобно аппаратуру держать. Возьми за руку. А теперь я его здесь вот, ножницы натягиваю. Подожди мне левой рукой тут. Все. Щикнул. Дальше. Вот она теперь берем следующую. Вот она какая проволока. Надо дальше было взять. Вот проволока. Все еще одна. Все. Слава богу. Вот тут надо... Вот Володя. Смотри. Унесем. Положим, потом уберем. Смакнем. Козырьки назад поворачиваются у рабочих. Давай. Вот эти доски подает Никита. Володю не задеть, прошу очень. Вот, подожди. Ну я сказал смотреть, там не засыпить землю. Потому что мазать будет все. Землю не засыпить. И на, Тихоныч. А? Ради Володи, Игнатьевич. Что дороже? Да не ради Володи. Ты даже не обернулся. При чем тут Володя? Чуть повыше приподнял бы и все. У тебя сразу виновен. Володя знать не знает. Уже виновен. Почему? Ну, сказали. Хватит, Игнать, Ильич. Пока. Не играй. Иди. Пока хватит? Клади. Еще? Еще хватит. Убери вот этого. Поверни ее, она спадет с него. На него дай. А потом поворот, и земля уйдет. И мы сейчас вот сюда, вот на эту сторону. Все, тащи. Я говорю, тащи. Там уже спихнешь. Поднимай выше. Обернись назад. Вот. Землю не касаться. Дашь, можно сделать? Нормально. Вот, Володя мажет отработкой, чтобы не сгнило в один год. Это все уходит в воду, под воду. Так. Бери еще. Покай. Когда дружно, все, с молитвой. Продвигай дальше. Ты поднимай выше, Никита. Вполне это подъемлемо. Я думаю, пока не надо уже. Все. Хватит пока. Во славе. Боже, он сказал, Володя командует, тут не я. Он сказал, больше не надо. Да, уже все. Ему, чтобы достать. Не ходить по доскам. Надо было таких две мазилки делать, чтобы две мазилки работало. Две мазилки. Хорошее дело. Посмотри. У меня есть одна. Убирай. Ну, ничего, это не мазилка. А кисточкой можно играть? Да можно зубной щеткой. Не надо. Можно. Мизинчиком, пальчиком. Можно кистью художника. А ты понимаешь, что говоришь. Ну, хоть маленько, то будет все равно продвигаться. Куда продвигаться? Хотя бы торцы вот эти я помашу. Давай. У Володи разрешение спроси только. Добро вам. Добро вам. Вот видишь. Уже инициатива. Первая инициатива. Теперь уже Виталий не говорит, что он не хозяин. А везде я не хозяин. Еще скажешь, это фуфло. Давай все, Маш. Хорошо, Маш. Тебе доверили? Оправдай доверие партии. Партия сказала, комсомол ответил, есть. Едем мы, друзья, в новые края. Трактора мы вместе поведем. Вот какая песня была хорошая. Только не сказали, что женщины на тракторах рожать уже никогда не будут. Они бесплодные будут. Их трясет, все у них вывалится. С чем они ценные. Теперь только все это пишут официально. Алтай, земля, люди. Автор пришел, мне подарил книгу. Ихита, найди себе работу. В центре трудоустройства? Да. Зимой был пять раз там, наверное. Нет, сейчас. Вот они мажут двое. А ты подумай, что еще? Что-то поднести надо. Вот эти доски надо сегодня прибить. Здесь рассчитали, как будто бы длинные, шестиметровые. Но оказалось, что длиннее, то есть шире дамба. И пришлось вот такие доски портить и еще по полтора метра отрезать. Пошел. Ну и думаю, ребятам предложил. Я говорю, как вы считаете? Ну меня откомандировали на велосипед. А там прошел бульдозер. Как по стиральной доске едешь? И вот впереди. Вот уже. Думаю, Алеша бы привез. А он как раз на пути и стоит. Пришел и мигом там с пилой подъехал. Чик-чик-чик. Тут же погрузил на свою автомашину и привез. А сколько ты это? Вот. Только еду дорогой, думаю о нем. А он вот разворачивается прямо возле дома. Настолько все удивительно. По стойме перевернем, когда ты кисточки толсты. Нет, я вон тут. Ну вот. Доски мажут. Лопатами их приперли. Вот. Виталий там забивает. То есть это ломиком. Володя держит. Это промазанные. Это перчатки такие у Никиты. Да. Так. Видел как? Бей. Не загни. Вот теперь бери гвозди. Вон она прокинулись. Не на место поставили. Так, Володя, отпускай. Ломиком в землю втыкает. А теперь в этом месте. Втыкай там, где этот прошел бульдозер. Тут у тебя не получится. Отступи маленько. Ну давай, давай. Тыкай. Глубже. Сначала ломик глубже. Глубже, а потом начнешь. Давай, нажимай. Так. Сейчас еще. Подожди. Сильно-то, Виталий, не нагибай. А так чуть-чуть. Это ты правильно делаешь. Подожди-ка, я отойду туда. Давай. Вот так или так, не помню. Вот так не надо. Смотри, чтобы точно влагу попал. Вот когда гвозди берут и забивают. Все это делают без перчаток. Сними. И никогда в перчатках не работай. Это та самая работа, где перчатки не нужны. Вот так. Да еще двойные. Это чтобы те не заморать. Ну конечно. В черном. Да что тут. Бабы любят таких подкаблучников. Давай. Пальцы не пачкай. Вот так. Смотри, где лага идет. Поближе, наверное, к себе маленько. Ну давай. Да нет. Нет. Держи. Вот сейчас скорее надо промазать. Время совсем мало. Надо остальные пять досок заложить. Все время боишься, чтобы кто не взял, кто не сжег. В такой стране живем, где... Когда ничего не делаешь, у тебя завистников намного меньше. Мне правильно подсказывают. Громят детей. Лагеря. Кто не любит детей, тот не зло, не имеет права жить среди людей. Кто боюет с детьми, не достоин называться людьми. Ты ударил, а он взлетит. Сейчас там тоже по каждому хотя бы несколько гвоздей по одному пробить надо. Давай, Владимир, промазывай. Вот, Никита держит. Все, Никита, теперь дальше переходи. А, уже ничего не сделал. Все. Ломик не нужен. Можно брать другой моталток. Гвозди с этой стороны хотя бы по гвоздю пробить. Здесь по одному гвоздю влаги пробейте, остальные. Так, где еще молоток-то? Есть? Так, а что ты вышел оттуда? Я все забил вроде. Ну, я сказал лагу тут по гвоздю пробей посередке. Бей вот этот теперь. Виталий, ты то ли не понимаешь, о чем речь идет? Не понимаю. Вот эти вот бей вот сюда. Ну, вот лага-то где? Так же, да? По одному? По одному посередке, вон лага. Понял, все, Игнать. Ну, а зачем ты бегаешь туда-сюда, без толку? Почему ты туда-сюда бегал? Ну, сначала не понял. Ну, и понял. Первый раз в жизни смотришь. Что говорят, ты прислушивайся. У нас нет времени на бегать и смотреть. Старайся попасть, чтобы точно. На него можешь наступать, теперь что хочешь. Не надо прямо-бей, прямо-прямо гвоздь поставь. Это крайний гвоздь, когда бьешь. Один гвоздь надо с подтягом. А дальше ровно. Становись на них. Потом будешь заходить в келью, где обувь там на улице хорошо протереть надо По одному гвоздю посередке Давай, Володя, начинай Так, собрать все гвозди, видишь, поставил не на месте и сразу сшибли Надо успеть сегодня сделать это Так, иди, на свое дело вытаскивайте, вон сколько натаскали То, что у нас там было сброшено, отпилили в одно время, испортили Но все равно они куда-то сгодятся Это мы городьбу делали Бульдозер все это смел нас из-за того, что пласты целины были Вот поставили ведро Шевернули его и все, гвозди, по одному выбирай У тебя ничего не пропадет Вот повыше возьму, какие накидали сегодня Это сегодня все вручную Вот какие бурты накидали Это все мы здесь четвером А там дальше озеро, видать Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!